Добрый день, с вами Империя Пикчер и сегодня покажу вам как нарисовать Герду маркерами. Если вас интересует тема рисования, то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов и наше заочное обучение. Заходите и обучайтесь вместе с нами. Рисовать мы будем в нашем классном скетчбуке от Империя Пикчер. В наборе у нас есть непромыкайка для маркеров, который мы подкладываем под листочек, чтобы у нас ничего не отпечатывалось. Берем карандашик мягкости B или HB и намечаем силуэт Герды в формате нашего листа. Начнем с головы, посередине обозначаем верхнюю часть листа голову, затем в виде трапеции мы намечаем тело и вот такую вот юбочку. Далее у нас идут ножки вытянутые, вот до этих пор мы их примерно изображаем. Она у нас будет в таких сапожках. Мы наметим их верхнюю часть и обозначим ручки. Левая ручка у нас будет прилегать к телу и вот здесь на уровне середины бедра будет заканчиваться ладонь. Подрисуем шейку, плечики обозначили, вторую ручку намечаем. Она тоже, в общем-то, будет так же располагаться, как и с левой стороны. Также ручка будет идти до середины бедра. Теперь мы можем начать прорисовывать элементы одежды. Наметим такую жилеточку, боротник рубашки, который будет таким треугольным вырезом. Далее идет вырез округлый у верхней жилетки. Рубашка будет со складками и рукав рубашки немножечко будет подогнут. Далее мы намечаем линию груди, серединочку, тут у нас будут пуговки располагаться и вот такие шовчики по серединкам. Это у нас жилетка. Далее идет юбочка. Показали пальчики немножко. Юбочка у нас идет в складочку, такая красивая. Нижнюю часть сделаем немножечко волнистой. Дорисовываем уже чуть подробнее ножки и прорисуем сапожки. Вот эта верхняя часть ее намечаем. Далее у нас идет складочка в области, где идет стопа. Прорисовываем правую ножку немножечко в полу разворота, левую прям на нас смотрящую. Из-за этого правой ножке будет видна немножечко пяточка. Теперь остается прорисовать лицо. Намечаем подбородок, немножечко его заостряя, показываем ушко и волосы. У нас челочка будет разделяться так на две части, затем намечаем носик, от него проводим бровки. Ниже намечаем глаза, довольно крупные, округлые и губки в такой легкой улыбочке, чтобы она была миленькой. Наш рисунок готов. Мы берем черный линер и начинаем аккуратно обводить карандашный контур, стараясь за него не выходить. А пока вы это делаете, я вам напомню, что в нашей художественной школе открылось заочное обучение. Теперь вы можете не просто рисовать кассивые картинки дома, а получить дополнительное образование в области изобразительного искусства и сделать свое любимое дело своей профессии. Ссылочку на заочное обучение вы найдете в описании к этому видео. И там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные 7 дней. Заходите, обучайтесь вместе с нами. После того, как мы все линером оббелись, стираем карандаш и кластиками, мы можем приступать к работе цветом. Для начала мы возьмем светло-бежевый оттенок номер 135 и закрасим кожу ног, рук, лица и шеи аккуратненько. Далее мы возьмем более темный оттеночек номер 140 и обозначим тени под подбородком в области шеи и по правой стороне на шейке, также на веках у глаз, справа на лице, снизу под губой будет у нас тень, обозначающий подбородок, также ушко мы можем тоже ввести в тень. Далее берем оттеночек номер 26 и закрашиваем этим цветом рубашечку, оставляя воротничок и рукавчики пока что нетронутыми, также этим же цветом у нас будет выполнена юбочка. Мы ее закрашиваем аккуратненько, двигаясь от краев к центру, чтобы аккуратно у нас все было. Далее 169-м оттенком покажем тени на рубашке и на юбке. Для этого мы добавляем тени во внутренней части рук, также показываем складки у юбки, также можем наметить под воротничком тени. Теперь цветом номер 26 еще можно сделать волосы, она у нас такая блондиночка светленькая, как раз цвет хорошо для этого подойдет, а цветом номер 101 мы выполним обводку у жилетки в области вот этих шовчиков, а также пуговки. Этот же цвет мы будем вот здесь вот использовать на декоративных элементах у сапожек, а также верхней их части. Далее беру цвет номер 94 коричневый и закрашиваю оставшуюся часть сапожек. Один сапожек и второй аналогичным образом тоже у нас будет. Стараемся это делать аккуратно, не спеша, чтобы за контуры не выйти. Этим же оттеночком мы сделаем жилетку тоже. Все, что у нас осталось беленьким, выполняем этим оттенком. Теперь возьмем цвет номер 64 и сделаем глазки голубеньким, на радужку глаз. Забыли 140 оттенком, еще добавить тени на руки и на ноги, по правой стороне добавляем и снизу под юбочкой тоже будет более такая затемненная область. И 135 оттенком проходимся по границам, чтобы смягчить переходы. Теперь покажем тени на воротнике и на рукавчиках с 169 оттеночком, легонечко оставляя белые оттенки тоже. И 101 цветом можно наметить тени на волосах, вот во внутренней части, немножечко выходя на челочку. Также я делаю с другой стороны, показывая фактуру волос, такими линиями провожу, намечаю, и на затылке тоже можно показать линию. Далее белой ручкой я показываю блики в глазах в виде точечки, затем добавляю блики на свету на ботиночках, на жилетке, показывая там линию груди, подчеркивая пуговки, рукавчики. Губки мы можем освежить любым розовым оттеночком, поэтому можно его тоже добавить. И вот такая герда маркерами у нас с вами получилась. Прислайте ваши результаты к нам в инстаграм, мы с удовольствием их посмотрим и опубликуем у нас на странице. Ссылка на инстаграм в описании к этому видео. Напомню, что мы рисовали в нашем классном скетчбоке от Империя Пикчер. Найти и тут другие варианты красивых обложек вы можете в нашем магазине на Валберс Империя Пикчер, по ссылке в описании там очень много. Интересных вариантов, заходите, выбирайте свой. И на этом я прощаюсь с вами, не забывайте поставить лайк, написать хороший комментарий, подписаться на наш канал. Всем пока и до новых встреч!